Нужна ли организму зелень? Научно-практический проект Школы Болотова Шульга Юрий Иванович. Наверное, это сегодня самая модная тема в разделе нутрициология, правильное питание, правильная диета и так далее. Общество уверено в том, что зелень организму необходима и ей можно запихиваться в неограниченных количествах. Так ли это? Организму, конечно же, нужны балансы и, конечно же, организм должен кушать потихонечку все. Вопрос в том, какие пропорции, какой уклон в этом направлении, то есть достигнуты ли балансы между животными и растительными продуктами. Поэтому сделать свой стол только из зелени, это не совсем правильно, потому что растительная пища несет для нашего организма определенные риски. Какие? Я уже говорил как-то в одной из своих лекций, что все растения имеют молекулы правостороннего вращения, то есть правосторонней изомерии. И наш организм тратит колоссальное количество энергии для того, чтобы превратить их в левосторонние. Есть исследования научных групп, в частности Батсумаса Фукуэ, которые доказали, что все молекулы живых существ, они левосторонние. Все молекулы растительных, растительного мира, они правосторонние. Поэтому есть некое противостояние и одной из границ такого противостояния является наш организм. Поэтому растительную пищу, безусловно, надо есть, но надо помнить о том, что организм тратит на это очень большие усилия. И, например, если человек находится в состоянии стресса, то его очень часто интуитивно тянет на очень-очень сладкое. Он тянется не за растительной пищей, он тянется именно за сладостью, он тянется за глюкозой. А растительную пищу в этом случае организм будет, наоборот, перерабатывать чуть-чуть тяжело. Почему? Потому что мозгу не хватает энергетического, не хватит энергетического ресурса для того, чтобы провести изомеризацию. Поэтому к растительной пище нужно относиться с умом. Значит, какая из нее самая человеку необходимая? Лучше всего корнеплоды. То есть то, что непосредственно стричит в земле. Хотя часто приходится слышать, ой, да слушайте, какие там корнеплоды, уже никаких минералов в земле нет. Мы будем глотать минералы из баночек пластиковых, и все будет замечательно. Но это совершенно ложный путь, абсолютно неправильный. Я все время обращаю внимание на то, что спортсмены, употребляющие многое из баночек, потом сталкиваются с автоиммунными заболеваниями, и вообще спортсменов-долгожителей я много не видел. То есть за 80 лет я таких почти не встречаю. Их очень-очень мало. Это вот результат того, что мы принимаем готовое, из готовых баночек. В организме есть ферменты для усвоения самых разных веществ, и у них должна быть работа. Иначе они найдут, чем заниматься без масс. Поэтому корнеплоды принимать обязательно. Во-первых, это клетчатка, которая необходима нашему кишечнику. Во-вторых, многие из них содержат вещества, которые позволяют из организма выводить соли. То есть это очистки организма. И это, в принципе, ну скажем так, неплохой материал для того, чтобы организм проводил какие-то мероприятия по накоплению витаминов и так далее. Хотя витамины, вы уже знаете, они есть везде и в животной пище, и в растительной. Но они есть, ну скажем так, они особенно могут быть синтезированы именно в растительной пище. Потому что если вы взбораживаете, например, растительную пищу в аэробной среде, то есть с доступом кислороду, то там образуется колоссальное количество водорастворимых витаминов. А если вы берете, например, растительную пищу, выжимаете из нее масло, и это растительное масло взбораживаете, вы получаете, тоже аэробно, вы получаете всю группу жирорастворимых витаминов А, К, Е и так далее. Ну, витамин Д нет, но остальные да. Поэтому, да, растительную пищу можно использовать для этого, она совсем неплоха. Эммануэль Ревич делал некоторые свои лекарства на растительной пище. Я использую растительный материал для того, чтобы готовить лекарства, которые способны победить онкологию. Но это немножечко разные вещи, потому что это вещества, которые обогащаются кислородом, которые проходят процессы брожения. Это не совсем то, что употребляет, скажем там, человек в виде разных салатов. Какая растительная пища самая опасная для человека? Это пища зеленого цвета, то есть листовая зелень. Почему? Потому что листовая зелень содержит очень много магния. В организме не так уж много микроэлементов, которые способны блокировать магний. Ну, отчасти может быть хлор, но, как правило, люди солью употребляют очень мало, поэтому их организмы не способны контролировать магний. Поэтому магний в организме накапливается, накапливается, если кислая функция ослаблена, то слабая изомеризация. И в итоге в организме развиваются процессы фотосинтеза, где магний является фактически одним из важнейших микроэлементов вместе с инком по проводимости онкологического процесса. Поэтому листовую зелень я есть, никому не рекомендую. Витамины можно получить в другом месте. Я уже рассказывал о брожении сахаров с ягодами. Там вы получите витамины в колоссальных количествах. Да, может быть, какие-то салаты они вкусны. Ну, в 20, в 30, там до 40 вы себе еще можете это позволить, но после 40, когда падают, ослабевают функции, щелочные функции, кислотное пищеварение, все это становится колоссальным риском. Онкологическим больным вообще категорически нельзя есть никакую листовую зелень, потому что она будет прямо стимулировать онкологический процесс. Поэтому все вот эти сказки, рассказки про пользу зеленых салатов, они совершенно преувеличены. Все эти, ну скажем так, весь этот винегрет, который в своих лекциях создал доктор Берг, он немножечко склонен в одну сторону, и туда натаскано все. И соки Окера, и интервальное голодание, и идеи Джарвиса, и многое-многое другое. Поэтому это не совсем верно, и растительную пищу нужно дифференцировать. Вы можете, конечно, зеленые продукты, зеленую растительную пищу употреблять. Ну вот, допустим, очень хорош квашеный щавель. То есть, если вы сможете это переквасить, то, допустим, борщ из квашеного щавля великолепен. Вот, точно так же можно сделать с другими растениями. Вообще, квашение растений, оно дает для организма хороший дополнительный ресурс. Огурец, например, тоже имеет зеленый цвет. Но квашеный огурец исключительно полезен для организма, исключительно важен. И это нужно делать. Поэтому растения желательно перерабатывать до того, как они попадают в наш организм. Вот, я все время говорю о том, что есть такие народные блюда, их называют пелюски. Когда вы берете растения, немножечко подвариваете, потом заливаете их рассолами, и держите там несколько суток. Потом промываете, и вот едите такие немножечко уже обработанные солевые растения. То есть, подваренные солевые. То есть, это тоже для организма очень полезно. Особенно это имеет значение для бобовой группы. Почему? Потому что люди, сделавшие крен в сторону растительной пищи, они говорят, нам мяса не надо, мы едим бобы. Ну, не совсем они хорошо разобрались в этой информации. Почему? Потому что, да, действительно, бобовая группа, она содержит незаменимые аминокислоты, но они в три раза имеют более мощный правосторонний спин, чем обычные растения, которые мы употребляем. Поэтому, скажем, на то, чтобы произвести изомеризацию бобовых культур, которые мы употребляем, организм тратит энергии в три раза больше, чем на эту лободу, которую вы можете добавить себе в салат. Поэтому фасоль нужна, да, фасоль тоже содержит калий, который выводит там натрий, еще некоторые соли кальция, например. Но это можно сварить, снова-таки водичку слить, залить рассолом, подержать двое-трое суток, вы получите великолепный продукт. Так можно готовить чечевицу, так можно готовить горох, фасоль. То есть все это великолепно. И вы можете, допустим, сварить то же блюдо первое, куда добавлены какие-то квашения, независимо от того, варите ли вы гороховый суп или суп с фасолькой. В этом плане великолепным было блюдо, так называемый украинский классический борщ. Почему? Потому что там одновременно в кастроли варилось мясо, одновременно варилась фасоль, одновременно варился буряк, то есть варились овощи и одновременно там вложили квашеную капусту или квашеную свеклу, бурак или, допустим, квашеный помидор. И в кастрюльке шел процесс пищеварения. Перерабатывалось мясо, перерабатывались, окислялись углеводы, то есть шел процесс эзомеризации для растений. То есть идеальное блюдо, такие блюда можно употреблять. То есть, так сказать, природу можно обмануть, можно убить сразу несколько зайцев. Сделать же убор просто на растительные салаты, которые сверху поливаете растительными маслами, это, поверьте, полное сумасшествие, это закончится болезненными. И потом вам придется обращаться к докторам, которые вряд ли с ними справятся, потому что людей, которые речат онкологию, в мире почти нет. Единственная, пожалуй, болотовская школа в этом плане является лидером. На сегодня я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал, он к альтернативе, и обращайтесь на сайт за консультациями. До свидания. Продолжение следует...